Здравствуйте, мои дорогие и любимые! Сегодня мы с Демидом решили провести для вас небольшой расклад на одну позицию. Естественно, на любовные отношения. Демиду немножко жарко, я вам просто его вначале покажу. Не думаю, что он долго выдержит расклад. Но, однако, хотелось, чтобы он с вами просто поздоровался. Расклад «Темное сердце» называется. На довольно сложные отношения или сложную ситуацию в отношениях. Демиду тут есть немножко вкусняшек. Видите, как он любит вкусняшки. Он любит, да, я хочу вам показать, как он их кушает. Да, мой хороший мальчик, любит вкусняшки. И вот я хочу вам показать этот расклад «Темное сердце», чтобы разобрать ваши тяжелые отношения. Конечно, с загадным человеком вам нужно загадать человека. И у нас будет вот такая практически индивидуальная консультация с Демидом. Я не могу над ним. Он очень любит сниматься в видео. Это его хобби. Понимаете, вот он, если ставишь камеру, он сразу же бросится, он сразу же переживает. И если его снимаешь, он очень счастлив, он сидит смирно всегда. Ну, а на руках, конечно, ему жарко. Сегодня на улице 30 градусов, поэтому, конечно, ему жарковато. Я его отпущу, пожалуй, нашего мальчика. Ой, какой тяжеленький у нас мальчик. Вот Демид весит 11 килограмм. Для тех, кому это интересно. Гадать я буду на Таро Чиро Марчетти. Это Таро Гранд Люкс. Очень хорошая колода. Она, конечно, одна из самых красивых колод. Вообще, художник Чиро Марчетти делает наиболее хорошие колоды Таро. Они очень красивые. Также мне нравятся колоды Барбары Мур. Вот, как автора. По-моему, вот, кстати, эта колода вроде бы у них совместная или нет. Какая-то колода из этих вот красивых. Есть совместная у него, по-моему, с Барбарой Мур. Надо будет поискать ее. Показать потом. Вот, а так, да. Так вот у него Елена Роман есть. Таро Морчетти, да. И Таро Снов мне очень нравится. Ну, вот это Гранд Люкс тоже одна из любимых колод. Рубашка. Мне, смотрите, нравится какая рубашка. Вот. Так, хорошо. Итак, сначала мы с вами перемешаем колоду. Кто ко мне пришел, снимает три раза. Мысленно снимайте тоже три раза. Представьте образ загаданного человека перед собой. Все равно в раскладе, ну пусть не все, но вы что-то для себя полезное, я думаю, подчеркнете. Итак, раз, два и три. Три раза сняли и смотрим на дно колоды. Видите, тут у нас, значит, рыцарь мечей. Димит, не беспокой меня. Ты уже наснимался. Все, потом еще снимешься. Рыцарь мечей. Рыцарь мечей на дне колоды вот как раз-таки и показывает сложноватое отношение с человеком, который, ну, слишком порывистый. Вот. Он умный, но в то же время довольно дерзкий, резкий, я не знаю. И бывает такое, что становится холодной, неуправляемой, злой, вести себя, ну, бывает, начинает очень плохо. И, соответственно, может быть у нас расклад примерно про какого-то такого человека, потому что рыцарь мечей просто так не падает. Иногда просто в отношениях рубили с плеча недавно. Ну, то есть, что это значит? Значит, взяли и начали вот шашкой на голову махать просто так, ни с того ни с сего, наделали выводы друг про друга, поругались, может быть, да. И совершенно точно, когда, ну, знаете, кажется, что ты прав, вот, или права, да, и не может тебя никто убедить пока что в обратном. Может быть, это про вашего человека, может быть, про вас, что получилась какая-то конфликтная ситуация, ну, и как бы убежденность, да, что человек плохой, плохо поступил там и так далее. Хорошо. Расклад темное сердце. Что происходит в отношениях, в сердце отношений? Давайте посмотрим. Так, ну, у нас тут девятка мечей, карта вот такая вот, ночных кошмаров, как говорят, да, стресс. Вы знаете, сейчас в отношениях может быть довольно тяжелая ситуация, но она именно преувеличенно тяжелая. Вот бывает такое, что люди себя сильно накрутили, сильно себя в негативную сторону, вот мысли, да, свои все туда направили, в этот негатив. На самом деле все может быть совершенно иначе, понимаете? Но воображение рисует страшные картины. Допустим, что отношения никогда не восстановятся, никогда. Что все будет очень плохо, мне страшно, мне грустно, я плачу по ночам, да, я тоскую, я переживаю. Вот как-то так обычно по девятке мечей текущая ситуация отношений. В отношениях происходит просто куча негативных мыслей. Может быть друг к другу, тоска, переживания, может быть с одной стороны. Ну, в общем, кто-то из-за чувства вины не спит по ночам. Или из-за переживаний, что человек не вернется. Следующая карта тьма. Это главная проблема этих отношений на сегодняшний день. Какая главная проблема отношений? Ну, конечно, семерка кубков. Карта показывает, что воображение сработало. Слишком сильное воображение. Кто-то что-то нафантазировал, накрутил. Да, в этих отношениях явно кто-то что-то накрутил. И, ну, естественно, раз нарисовала воображение какие-то картины, вот оно так и получилось. То есть идет ситуация, может быть, все не так уж и плохо на самом деле. Люди нафантазировали это, что все так плохо. А, ну, неплохо. Просто выдумали. Кто-то наврал. Может быть, там, не знаю, загадному человеку про вас кто-то наврал. А может быть, вам кто-то наврал про загаданного человека. Иллюзии. Вот бывает такое, что про человека нафантазируешь того, что в нем вообще не содержится. Ты его любишь, но придаешь ему те качества, которые ты хотел бы ему придать. А на самом деле у него этих качеств как не было, так и нет. То есть вот, понимаете, бывает такое по семерке кубков, что ты этого человека, партнера, воображаешь. Когда-то приходится столкнуться с реальностью. Ну, вот вы с ней, может быть, уже и столкнулись, но воображали о нем много чего, да? А на самом деле просто столкнулись с реальностью. Сейчас Демиду угощу. Он стоит и ждет. Лает из-за этого, да? Корень. Что вызвало негатив? Что вызвало негатив у вас? Вот видите, Паш Мечей. Ну, я так понимаю, что отношения есть некий враг или сплетник. Человек, который завел интригу в этих отношениях. Или кто-то, кто вмешался, создал интригу, да? То есть, может быть, интрига и есть на самом деле. То есть, не обязательно, что она совсем искусственная, да? Но кто-то полез, может быть, в эти отношения и создал там бардак. Вот. Может быть, это было все продумано, потому что Паши Мечей, они часто бывают очень продуманные. Они бывают очень такие активные. И также, Паш Мечей, это, может быть, характер того человека, которого здесь загадали, потому что, ну, рыцарь Мечей даже первым выпал. Что человек никому не доверяет, да? Никому не доверяет. Человек ни в коем случае не бывает, ну, каким-то, например, сентиментальным. Он скорее бывает колючим и злым, да? Колючим и злым. И это все происходит потому, что в детстве у него было много психологических травм. Правильно? Вот поэтому Паш Мечей, это и есть корень, что вызвало негатив. У человека много психологических травм. Он никому не доверяет. Он скандальный. У него такой характер. Вы ему придумали другой характер, но это не изменяет его характер настоящий. Так. Если даже кто-то вмешался, ну, значит, это кто-то очень коварный, хитрый и злой. Другого варианта тут даже нет. Паши Мечей часто бывают с соперниками, соперницами. И кто-то, кто вас подсиживает просто в этих отношениях. Так, что? Так, у меня карта выпала. Представляете? Карта выпала сама. Девятка кубков. Видите, человек, может быть, сейчас попивает, но также эта карта, она говорит о том, что ваши желания скоро исполнятся. То есть, она дает, на самом деле, надежду на исполнение какой-то мечты. Может быть, надежду на улучшение отношений, на самом деле. То есть, это хорошая карта, но она часто и алкоголь указывает. Ну, вот такое сочетание, да, в ней разных качеств. Хорошо. Что вас держит вместе? Что держит вас вместе? Это шрица. Ну, не то, что магия вас держит вместе магия. Нет, конечно, карта скорее показывает, что вас вместе держит очень сильная платоническая привязанность, любовь. И это душевная привязанность, а не физическая. В этом тоже тут смысл есть, понимаете? Что жрица, она очень часто показывает не физическую привязанность, а именно на высшем уровне. Духовную привязанность. Это же двойка. То есть, это второй старший аркан. Вот многие ее считают, одинокая жрица. Она со всем отношением не благоболит. Многие бы так сказали. Но что вас держит вместе? Вот у нас такой вопрос поставлен. Что держит вместе? И, естественно, мы обращаем внимание, что второй старший аркан. Двойка – это все-таки две единицы рядом. Два человека. Это часто встреча двух половинок жрица. Но эти половинки притянулись на уровне духовном, а вовсе не на уровне физическом. Понимаете? То есть, внешность, сексуальность здесь совершенно не на первом месте. Хотя отношения сложные, но людей тянет друг к другу именно в платоническом смысле. Они друг друга глубоко уважают, ценят внутри себя. То есть, это так есть, как родные души, понимаете? Что вас разобщает? Вот теперь уже, да. Вот сейчас жрица выпала, я бы сказала. Там другие совершенно характеристики у карты. Но вот что вас разобщает? А вот тут выпала колесница. А я объясню. Вы знаете, колесница – это такая карта, вот если двое человек смотрят в одну сторону, то, естественно, они ведут эту колесницу вместе к одной цели. Правильно? Правильно. Но, если двое человек смотрят в разные стороны, как эти две лошади, каждый тянет в свою сторону, как лебедь, щука и рак. Все. Как бы нужно общие цели иметь. Что вас разобщает? Это когда нет общих целей. Когда вы стремитесь каждый к чему-то своему. Я пойду в свою колесницу, туда поведу свою лошадь, а ты сюда. Естественно, никуда колесница не поедет, в принципе. Вот в этом дело. И, естественно, по колеснице человек может взять, свою лошадку отделить и ускакать куда подальше. Вот. Просто потому, что не было общих целей. Видели бы сейчас Вадимина. Ой, не могу. Он встал и стоит. Стоит и ждет, когда ему с неба упадет корм. Ой, я не могу. Что вы можете сделать для изменения ситуации? Ну, что сделать? Бороться. Пятерка жезлов. Бороться за любовь, бороться за себя, бороться за отношения. И бороться с конкуренцией. То есть, показать свои плюсы, показать свои положительные качества этому человеку и вообще этому миру. Полюбить себя. Знать, что вы конкурентоспособны и вы достойны всего самого лучшего. Если отношения совсем плохие, может быть, вы достойны лучших отношений. Да, Димит? Да, Димит? Они достойны лучших отношений? Скажи мне. Что произойдет само? Ну, вот видите, рыцарь кубков. Человек сам может проявить себя к вам. Он может с романтикой, со своим сердцем протянуть вам руку. И как-то вот именно попытаться, может быть, наладить отношения, признаться в любви, в чувствах, сделать что-то хорошее на самом деле. И сказать вам, что мы же подходим друг к другу так. Просто вот у нас тут были сложности в жизни, но ты мне нравишься, ты мне по сердцу. Вот что само произойдет. И также может быть еще один момент, что к рыцарю мечей добавится рыцарь кубков. То есть придет какой-то еще человек в вашу жизнь, кто будет вас обихаживать, соблазнять, говорить вам хорошие вещи о вас, комплименты. Вот либо ваш человек переродится и станет говорить вам хорошие слова, да, и дарить подарки. Либо это будет делать для него кто-то другой. Иди сюда, иди. Иди сюда, иди. Не может он без нас, понимаете? Ну не может он. Я вообще считаю, что вот если отношения не идут, да, вот, ну если человек недостоин может быть вас, вам не нужно дальше жить в семерке кубков и воображать что-то, правильно? Хорошо, давайте дальше. Перетасуем колоду. Димит пока тут посидит. Димит, сиди давай, сиди. Не надо никуда скакать, сиди. Ближайшая перспектива вашей пары. Так, у меня опять карта упала. Вы смотрите-ка, сегодня карты сыпятся. Да, Димит, карты сыпятся? Ай, сыпятся. Король Пентакли. Видите? Падает мужское влияние на эти отношения. И опять же знак, что эти отношения с инициативой мужчины могут стать серьезными. Более того, если мужчина поправит материальное положение, отношения будут выстраиваться гораздо легче. Ближайшая перспектива пары. Ух ты! Я так и знала. Димит, ты счастливый мопс. Ты просто счастливый мопс. Ты с Пентакли выпал. Шанс. Второй шанс для отношений. Здесь будет однозначно. Сто процентов. То есть, эта счастливая карта, она зарядила сейчас наш расклад, ваши отношения. Ее зарядил Димит. Димит зарядил всех нас. И мы поняли, что здесь еще возможно счастье на самом деле. И возможности для отношений. Может быть, Бог решил что-то сделать для вас, ну, чтобы ваши отношения стали гораздо лучше, да? Ладно. И посмотрим на отдаленные будущие перспективы. Так, а вот здесь у нас выпала карта смерть. Видите, отдаленное будущее. Пока что карты говорят о том, что либо произойти может расставание в далеком будущем, которое вы сейчас, это отдаленное будущее, можете поменять. То есть, вы для этого и гадаете, что вы можете менять свою судьбу, свои планы на будущее, да? Или там, как вот идет ход событий. Значит, что-то надо менять. Либо отношения совершенно переродятся в иное качество. То есть, они сделаются совершенно иными, другими. А о прошлом, о негативе в прошлом вы сможете забыть. Вот смерть это иногда карта возрождения, а не только просто расставание, например. Ну, вот такой ответ вам дали карты. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал Школа Таро Альвиен. Лайф и гадание заговора ритуала Карина. Всем пока и до новых встреч!